Лучше вы меня убейте, я буду туда, поэтому я оттуда, вам то же самое, я вернусь, обратно же сюда попаду, и обратно же я вас достану, блядь. Вы не верите, по-моему, верите. М-м-м, мать. И дальше? Что дальше? Что дальше? Да-да. Хоть по-молчанию, но потому что тяжелое видео, прямо для меня. Сколько, сколько, сколько людей, кто-то... Всем привет, с вами Ярослав Як, и обязательно подпишитесь на мой канал, а вот лайк или дизлайк поставить, это вы уже решите сами чуть позже. Сейчас я вам напомню, кто такой Анатолий. Они отвозятся в халявин. И колется разными уколами, и я тоже там был, и меня тоже забрали. Да, мне повали все подобными вещами, я думаю, я бы не дожил до определенного дня, если... БОТКА! БОТКА! Ай, ё-бой! Что я и вали? Ну, это нормально? Ну, это нормально? Сейчас заплеску баллона, у меня элитовый пистолетом вас как, сразу же? А ну, где же? Оп! Все. Быстро пошел, давай! Бегом, блядь! Давай, давай. Так, это мне. Ну, я не бью их. Ай, блядь! Упал, блядь! Упал! Упал, блядь! Упал, лег нахуй! Ай, блядь! А на сюда, нахуй! Пес, ебаный! Помогите! Давай, блядь! Давай, сука! Нравится такой? Такой может быть с каждым. Давай. Хорошо. Не, алло. Тюю. Я и вали. Нравится вам это все? Вы кайфуете от этого всего? Кайфуете? Вам нравится, да? Ну, Зеленский, что ты ничего не делаешь, а? Зеленского, нахуй! Я думаю, за Порошева все-таки голосовать. Ну, думаю, слушай. Давай проверим. Он специально. Принципиально, чтобы потом сказать в видео, я за тебя голосовал. Да, я не могу. Вот это. Что ты хочешь? Зебалыш! 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 Ты шо? Зебалыш! Что ты хочешь? Зебалыш! А, мне, стой, стой! Зебалыш! Своё, убери нахуй! Зебалыш, нахуй! Что ты хочешь? Своё, убери нахуй! Давай! А, я в полстрелал, причем здесь они? А, я в полстрелал, причем здесь они? Какая разница? А, я что, не имею права в полстрелать? Я могу сейчас стрелять. Ты их напугал. Стрельни сейчас. Просто стрельни сейчас. Стрельни сейчас. Контент! Почему Порошенко сделал армию для Украины? Сделал визы? Сделал всё? А ты картавишь? Я картавлю. Я инвалид, я инвалид, я инвалид. Теперь давай ответим на парочку твоих вопросов. Первое. Ты утверждаешь, что они попрошайки. Они бездомные люди. Но ты же не знаешь, есть ли у них дом или нет. Здесь издеваются над бездомными, так? И еще один цвет насчет бездомных. Недавно, якобы, мне так уже это, что я их побил. О том, что они инвалиды, они тебе говорили? Я инвалид, я инвалид, я инвалид, я инвалид. Они тебе это говорили. То есть ты избивал, даже запрыскивал баллоном, даже не попрошайок не бездомных, а инвалидов. Ну, сказали, что я инвалид. Что? Инвалид. Инвалид, кто сказал? А кто сказал? Я пенсию получаю. Ты пенсию получаешь? Да. Ну, 21 год? Ну, 21 я и получаю пенсию. Бабушку, бабушке на пенсию получаешь? Нет, свою. А бабушке пенсию забираешь? Нет. Это, блядь, насколько нужно быть ущербным человеком, чтобы таким заниматься. Кто такой садист? Это ты мне вопрос задаешь? На этот вопрос тебе гугл ответит. Садист человек со склонностью к насилию, получающий удовольствие от унижения и мучения других людей или же животных. Понял, пидор? Итак, насчет пистолета. С пистолета в них я не стрелял и вообще никогда никого не стрелял, вообще такого нету, чтобы я когда-нибудь в кого-нибудь стрелял. Но вы услышите о том, что он говорит, что я стрелял. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Ну, ты утверждаешь, что ты не стрелял в девушек с пистолета? А в кого ты направлял? В чьи ноги ты стрелял? На янтарной кошке? Ты сам выложил это видео. Зебало, что ты? Зебало. Ты что? Зебало. Что ты хочешь? Зебало, что ты? Зебало, что ты? Ты пиздобол настоящий. Я не стрелял ни в кого. Ты настоящий пиздобол. Ты за эти слова ответишь. Пес, ебаный. Давай, блядь. Давай, сука. Быстро пошел, давай. Бегом, блядь. Но вы услышите о том, что он говорит, что я стрелял. Да? Ну да ладно. Вот это поворот. Кто я такой? Толь, ну блядь, кто я такой? Я человек с кровью, плоти и мясом. А вот кто ты? Бизнесмен, блогер. Меня зовут Анатолий Юрченко, я блогер Черниговский. Я пришел только что в Слава Трошенко. Еще фобусом по себе. Я блогер политический, просто за мной следят. А они все мной были рядом и поэтому не во внимании. От себя. От себя чисто. А вы за кого? За правду. Я блогер, я блогер, я блогер, журналист. От партии Зеленского. Покажи удостоверение. Я пойду в полицию и буду работать. Ну, ну, короче, на следы как. Так это же не поцелуй. А, ну, короче, на следы как. Честно. Типичный хохол, да? Вот, типичный хохол. Кто ты такой? Разберись в своей голове, ты неадекватный человек. В первую очередь, тебя нужно извлечить социума. Я это повторюсь. Обращусь также к полицейским. Бодька, полетаю. Ой, этот, Юрка. Вы видите, что он провоцирует людей? Он обманывает. Сначала рассказывает, что за ним следят. Потому что он политические блоги, что его вывозили в лес. Я себе очень много врагов нажил. Очень много. Врагов? Я за полицию топлю. Смирь мусорам. Ребята. Шо вы, бандючки, полицмены. От бандитов привет. Надо ребятам на зону сигареток подъехать. За тобой следят и тебе даже хотят набить морду? Это обычные люди, потому что ты избивал инвалидов, простых, беззащитных. Запырскивал. И не потому, что они просили, потому что ты гребаный садист. Они не убегали, они стояли ровно на месте. И тут твоим словам, любым не будет оправдания. Хоть после этого ты можешь рассказать, как ты хочешь спасти весь мир. Что ты хочешь открыть 20 тысяч для животных, приютов этих. Толя, больше твоим словам никто не поверит. Ты в одном ролике говоришь одно, в другом другое. Когда тебе их нужно, ты их вынимаешь с канала, а потом режешь и заливаешь новое. Это, знаешь, это, как сказал бы Давидыч, это, блядь, петрушина просто. По поводу полицейских, когда человек размахивает ножом, ходит с пистолетом, использует малых детей. Ну как, как вы его отпускаете? Че вы там сидите? Ботка! Когда человек едет на машине, и вам не показывают удостоверение, вы можете открыть, выломать, заломать его, увезти. Когда этот пидарас, пидарасина. Запырскал двоих попрошайку, их забрали и увезли. Он остался там. Ботка! Когда он размахивал ножом, обманывая, что это пистолет, зажигалка, потом стрелял в воздух, и оказалось, это Флой Бер, который может нанести в речи. Он, наверное, заховывает. Он просто бежит вверх, а я в защиту, да, и сейчас, общественная бежит, здесь на этом размахают. Я сейчас не размахаю, я просто держусь, это зажигалка. Заховает, кому? Он тут. То это нормально, ну это нормально, то, что он приезжает на Шевченко 13, дебоширит там, не дает нормально работать полиция, это тоже нормально? Ботка, полетаю, ой, этот, Юрка. Это можно, приезжать, отвлекать, орать, сначала посылать власть. Арестуйте нахуй при всем, блядь, отрошенка сюда! Зеленского нахуй! Меня зовут Анатолий Юрченко, я блогер Черниговский, я пришел только что в Русслава Трошенко. Я блогер, я блогер, я блогер, журналист от партии Зеленского. Покажи, покажи достоверение. Потом говорит, что он власть, сначала посылать полицейских, потом говорит, что он за полицейских, сначала говорит, что у нас криминал, и везде воры, бандиты, потом он говорит, что он воры, бандит. Кто ты? Ты определись в своей дурной кукухе, и ты хочешь вызвать на меня на бой? В ринге с перчатками? Ты смешной парень, Толя. Ты, ну, ты типа глупый. Понимаешь, я ролик записывал не для того, чтобы как бы якобы на тебя хайпануть, для того, чтобы люди увидели, что ты... Сказочный долбоеб. Что ты неадекватный и опасный для этого социума. Чтобы у полицейских... БОТЬКА! Появилась, знаете, какая-то лампочка, и они, да, подумают, что она действительно работает, пока он кого-то не покалечил. А этот человек продолжает дальше типа хайпить, ну, как это он так думает в своем виртуальном мире, используют детей. Нет, ребятки с нами, это мы, ребята. Нет, вы же их не знаете. Я, дело в том, я их знаю, это мы, это мы, это мы... Несовершеннолетние. Дело в том, то, что это мои... Детей без родителей не будет. Я боюсь их оставить, боюсь их оставить, потому что за ними следят. Нет, нет, Адолия, это же, что детей без родителей не в концу. Я понял. Так это моего дяди дети, это братья, ну, точнее, дети. Причем дяди, дяди, есть мама, папа, все. Я понял. Так как их, как их забрать, куда, что с ними делать. Рассказывают, что за ним охотятся все, женщин, дамы. Еще какой-то непонятный типок. Бусики все эти, да? Ребята, что вы там? Строители. Да, они все под строителями, они, короче, шифруются. Знаете, как разведка работает? Разведка работает так, что ходят мамы с коляской, бабушки идут с кульками, с микрофонами передают информацию. На лавочках дедушки сидят, курят. И с микрофоном передают информацию по квадрату. Ты неадекватный. А завтра, представьте, он для того, чтобы хайпануть, кого-то подрежет. Ну, какая разница? Он же там слегка подрежет, он же не убил. Тут же он ножом махал. Это же не запрещено. Пистолетом стрелял. Это же тоже не запрещено. Ну, во-первых, флобер разрешенный пистолет в Украине. А то, что ты это сейчас несешь полную ересь, ну, это окей. Ну, стрельни сейчас. В общественном месте. Стрельни? Да, стрельни. Ну, окей. В данном видео, да, я при всех стреляю вверх. Ну, я что-то нарушаю, я в кого-то стреляю, я в девушек стреляю или еще что-то. Что ты несешь? Ну, что ты несешь? Это ненормально. Никто не говорит тебе, что запрещено ходить с ножом. Но, блядь, ненормально, когда ты достаешь нож и начинаешь им махать. Ненормально, когда ты достаешь пистолет и начинаешь в блюде с него стоять. Ненормально быть долбоебым, как ты. И утверждать, что я адекватный человек, я, блядь, изменю мир и что-то поменяю. Ты, сука, в своей башке наведи порядок. Иди просто пролечись. Приди, встань. В первую очередь, в первую очередь извинись за свой садизм. Я просто сидел в депрессии. Извинись перед теми инвалидами. Перед людьми, которым ты нанес моральную травму. А также отнял их время. Обманывал. Я скорую отправляю. Мне не нужна скорая. Можешь сюда ехать? Ты сейчас скорую отправишь через 2 минуты. Нет. Я заплачу. Мне было плохо, но я подошел свежим воздухом. Мне стало нормально. Зачем ты в милицию пришел? В какой среде? Я... Вы... Вы... Откуда? Со скорой? Тогда я не имею права ничего выехать. Как это ты не имеешь... Ты вызвал скорую. Мы должны понять, обусловленный вызов нам. Нужны мы здесь или нет. Можно протокол? Какой протокол? Что ты придумал? Какой протокол? Слушайте, а я тебя вас видел. Не знаю, где. После этого, может быть, когда у людей где-то такая вот мизерная капля появится уважение к тебе. Но даже сейчас речь не об этом, блядь. Если ты им и останешься. Это мое мнение. По поводу боя. Что нас ждет дальше? Следующий. Чувак, я за такое видео приглашаю тебя на ринг. В перчатках 1х1. И ты мне об этом всем рассказываешь. Но это... Это потом. Я думаю, ты засыше не выйдешь. По поводу боя... Блядь, Толь, за тобой должок. Ну, такие просто называются... Одно слово чепушила. Чепушила. Чепушила, да. Почел, три раза. Пошли в ринг выйдем с тобой. Выйдем, давай. Пошли и выйдем. Пошли. Пошли. Пошли и выйдем. Пошли. Ты сядешь, потом через 10-18 раз выйдешь. Перед миллион. Пошли и выйдем. Я думаю, ты засыше не выйдешь. Сначала ты говоришь одно, потом другое. Ты обманываешь полицейских. Это постоянно. Это почти в каждом ролике. Тебе даже мерещатся мамы. Что мамы за тобой следят. Якобы автобусы и так далее. У тебя есть нож и пистолет. Подумай сам. Ты в следующий раз можешь выбежать, проколоть колеса. Или там под домом кого-то увидят, что где-то что-то не так. А такое бывает. Психические люди, которые встречают полстергейстов или там мистические, у них тоже психическое расстройство. Они тоже там слышат где-то мерещатся, а потом им приходит какой-то голос, и они убивают других людей. Как и тот чувак с лопатой, про которого я говорил. Просто опомни, чтобы этого не было в будущем. А касательно боя. Толь, ты меня вызываешь на бой в 21 веке. В том веке, где есть ножи, где есть газовые баллончики и оружие. Он мне не нужен, Толь. Я не за хайпом пришел сюда.